Это официальный разговор. Сегодня работаем на форуме Украина-30 и у нас в гостях Татьяна Короткая, заместитель бизнес-омбудсмена. Татьяна, здравствуйте. С 2014 года в Украине функционирует Совет бизнес-омбудсмена, который обеспечивает бесплатную защиту бизнеса, а также обеспечивает эффективную системную коммуникацию бизнеса с властью, органами государственной власти и местного самоуправления и предприятиями, находящимися в государственной собственности или подчинены государственным органам. За пять лет работы Совет рассмотрел более 8500 жалоб и вернул бизнесу незаконно переплаченных в виде штрафов или незаконных налогов 14 миллиардов гривен. С какими проблемами бизнес обращается к бизнес-омбудсмену? Бизнес-омбудсмен всегда занят вопросами налогообложения, работы таможенной службы и работы правоохранительных органов. Бизнес из любого уголка Украины может вам написать с проблемой? Да, Совет бизнес-омбудсмена – это организация, которая физически находится в Киеве, но мы работаем без ограничений со всеми регионами Украины. К нам очень легко обратиться, нам не нужно писать письма, нам нужно зайти только в интернете, нажать кнопочку «Отправить жалобу», и она сразу же будет у нас. Мы организовали свою работу таким образом, чтобы с минимальными затратами любой предприниматель любого уровня, с любым количеством сотрудников и помощников мог найти помощь в Совете бизнес-омбудсмена. Что, на ваш взгляд, государство должно сделать в ближайшее время для того, чтобы улучшить состояние бизнеса? Вы же видите эти проблемы изнутри. Что касается государства Украины в целом, здесь, конечно же, реформы, которые проходят, они очень важны. Главное – не отступать назад. У нас есть несколько важных реформ для бизнеса. Это дирегуляция, упрощение максимальной работы бизнеса. Второе – это борьба с коррупцией, собственная внутренняя борьба с коррупцией. Ну а третье направление, конечно, это работа по улучшению вообще культуры ведения бизнеса, потому что если мы планируем внедряться в международное экономическое пространство, у нас активно это получается, как у страны, нам нужно готовить соответствующих. Бизнес должен быть готов подхватить эту волну во всех местах Украины, в том числе и в регионах. Мне кажется, что учитывая, что мы сегодня говорим о регионе Восточной Украины, или мы разговариваем в целом по стране, дело в том, что есть специфика. Сейчас Восточная Украина в связи с тем, что было некоторое время, когда отхлынуло внимание от нее возможности развития бизнеса, они отхлынули, конечно же, у нас есть возможность посмотреть на это снова, потому что восстановление нормальной жизнедеятельности этих регионов, оно дает колоссальные возможности для развития бизнеса в хорошем смысле этого слова. Вы говорите о возобновлении бизнеса на Востоке. Совершенно очевидно, что этот регион требует такого обновления основных фондов. Это и дороги, и системы жизнедеятельности, водное снабжение, электрическое снабжение, теплоснабжение. Это вопросы проживания, жилье возобновлять надо, потому что так же, как и по всей стране, есть очень много домов, которые требуют реновации и так далее. Все это создает новые возможности для того, чтобы местный бизнес получал развитие. Это не откуда-то там из Киева или из Полтавы приедут крупный бизнес и начнет что-то делать. Это как раз на местах местный бизнес имеет возможность, потенциал, знание и доступ к таким возможностям для конкуренции со своими местными коллегами для того, чтобы это развивать. Это очень важное направление. Давайте вернемся к жалобам, которые к вам поступают. В основном жалуются малый бизнес, средний. Чья доля жалоб больше всего? Да, и примерно из 100% жалоб к нам поступают больше всего жалоб малого и среднего бизнеса, около 73%. Другая часть – это уже даже крупный бизнес. На что жалуется крупный бизнес? Крупный бизнес за то же самое, что и малый бизнес. Просто масштабы их проблем гораздо больше. Он точно так же жалуется на какие-то проблемы с разрешительными документами, проблемы, связанные с работой правоохранительных органов, давление со стороны правоохранительных органов. Это бизнес большой точно так же, как и малый. В этом смысле он ничем не отличается. Просто у большого бизнеса почему его меньше жалоб? Потому что у него есть ресурсы для того, чтобы еще обратиться к юридическим консультантам, таким квалифицированным. И даже при этом, при всем они обращаются к нам. Потому что Совет Бизнес-Омбудсмена, являясь организацией незаангажированной, мы совершенно профессионально, без лоббирования рассматриваем документы, и точно так же профессионально можем оценить действия государственных органов совершенно нейтрально. Это позволяет иметь хорошую репутацию нам, у государственных органов. Они полагаются уже на нашу экспертизу для того, чтобы увидеть, где были с их стороны нарушения. Потому что просто, когда адвокаты работают, очень часто еще присутствует такой эмоциональный компонент. А мы все-таки стараемся эти эмоции отставить в сторону и сосредоточиться на фактах. И тогда спокойная работа с фактами позволяет нам указать, где был неправ государственная сторона, где был неправ бизнес. Так что в этом смысле и малый, и средний бизнес, они примерно в равных условиях. Мы не работаем с физическими лицами, мы работаем, у нас есть ФОПы, но в основном это юридические лица, но такие более крупные. Конечно, у нас есть такие компании, у нас есть даже несколько довольно крупных компаний, которые имеют серьезные юридические подразделения, они продолжают к нам обращаться, потому что большой бизнес, много вопросов, и на каждом из участков может возникнуть пожар. Понимая, что мы довольно эффективно работаем, они уже к нам бегут сразу же, как только у них возникла такая проблема. Более того, у нас очень много возвратов от среднего и малого бизнеса, потому что они тоже понимают, что работа бесплатна, потому что совет бизнес-омбудсмена не берет деньги за свою работу. Хотя у нас работают серьезные сотрудники с хорошей квалификацией, по каждому из нас можно посмотреть на нашем веб-сайте, там понятно, что это уровень квалификации очень высокий. Они возвращаются, потому что они видят, что мы являемся незаангажированными, и мы не читаем лекции о том, что было там что-то неправильно с их стороны сделано. Мы аккуратно и деликатно подскажем, как нужно работать для того, чтобы государство не имело дополнительных претензий. При этом это совершенно прозрачная работа, совершенно в белую, и мы, наоборот, пытаемся как-то привить вот эту культуру работы добропорядочного бизнеса. Именно это позволяет снизить риски давления со стороны государства. По каким критериям вы эти дела себе определяете? У нас есть очень даже стандартные критерии. Во-первых, мы не берем дела, которые бизнес на бизнес. Мы берем дела только те, которые бизнес жалуются на государство. В любом виде, даже на местные органы самоуправления, либо на государственные предприятия или муниципальные предприятия, где большая часть — доля государства. И эти предприятия выступают природными монополистами в этих регионах. Значит, мы не берем дела, если уже есть судебное решение. Мы уважаем судебную власть. Мы можем поддерживать эту идею, этого наличия судебного решения. Мы можем разделять мнение суда или нет. Но вопрос в том, что нужно уважать судебную систему, и мы не ставим под сомнение, что решение суда нужно выполнять. Поэтому такие дела мы не берем. Еще мы не берем дела, если они очень старые, где нет возможности даже юридически ухватиться хоть за маленький какой-то элемент, чтобы помочь бизнесу. Хотя в этом случае у нас есть дискреция. Мы можем посмотреть. Если есть минимальная возможность помочь, то и старые дела мы тоже возьмем. Как раз для этого у нас есть такая трехуровневая система оценки качества жалобы. И несмотря на то, что звучит так громко, три уровня, да, это делается довольно быстро. Сколько сегодня у вас дел в работе, жалоб в работе? Ну, вообще мы уже просмотрели, то есть совет бизнес-омбудсмена уже обработал более 8,5 тысяч за пять лет жалоб. У нас финансовый эффект от нашей работы для бизнеса, это там 14 миллиардов гривен. Вы сэкономили бизнесу 14 миллиардов гривен. Мы вернули бизнесу незаконно переплаченные деньги в виде штрафов или в виде незаконно налога, которые были им насчитаны. То есть это такой финансовый эффект, абсолютно посчитанный деньгами для бизнеса. Татьяна, я вас благодарю. Это была Татьяна Короткая, заместитель офиса омбудсмена Украины. Официальный разговор, смотрите нас дальше. Продолжение следует...